Ежей любят все, наверное. И я в этом плане не исключение. Но что мы знаем о ежиках? Практически ничего. Особенно если учесть, что это животное, несмотря на свою распространенность, очень скрытное и не до конца изученное. Поэтому познания большинства ограничиваются тем, что есть обычные ежики и есть, например, дикобразы с длинными иглами. Но мало кому известно, что есть еще и ежики, над которыми словно колдовал ежиный дизайнер. Встречайте полосатого тенрека или пестрого тенрека, вид бликопитающих из семейства тенрековых. И это весьма непростой ежик. Вообще видов таких щетинистых ежиков весьма много, но их объединяет одно – все они преимущественно обитают на Мадагаскаре. И наш сегодняшний гость – полосатый красавец – не исключение. Начнем с того, что полосатый тенрек является эндемиком Мадагаскара. Он распространен в восточных и северных районах острова от уровня моря до 1500 метров над уровнем моря. А вообще вся история тенреков зародилась в далекие бородатые годы, точнее в меловой период. Один уставший от гегемонии африканских рептилоидов недоёжик решил, что хватит терпеть тиранию этих переростков. Плюнув на всё, расписной ежик вместе с компанией своих друганов отправился в путешествие. С тех самых пор большинство видов отряда афросарицидов, которому и принадлежит наш герой, обитают на территории Мадагаскара. И всего три вида из этого отряда остались когда-то дома и до сих пор проживают на родном африканском материке. Доисторическое путешествие занесло тенреков на Мадагаскар, и понеслась членистоногих гадов здесь хоть отбавляй, а хищников практически нет. Ну, чем не райский уголок для маленьких насекомоядных ёжиков? Тенреки так облюбовали остров, что их небольшой круиз затянулся на несколько десятков миллионов лет. За это время животинки не только освоились, но и заселили все возможные ниши на острове. Однако за комфортабельные апартаменты с видом на море приходится платить собственной деградацией. Вам не показалось, что тенреки похожи на апоссумов? Нет, вам не показалось. Жизнь в изобилии привела к тому, что наши герои перестали эволюционировать и сохранили архаичные формы, которые были присущи доисторическим млекопитающим. Длина тела вместе с головой нашего доисторического чуда около 16 см. Хвост рудиментарный, вес от 80 до 280 грамм. Тело покрыто острыми колючками и имеет характерный полосатый узор. Полосатые тенреки населяют дождевые леса и лесистые районы, а также встречаются на рисовых плантациях. Как и большинство ежей, никакими грибами и яблоками они не питаются, выбирая почти исключительно червячков. Растительная пища идет только в качестве салата, но никак не как основное блюдо. А вот радуется небесному светилу наш зубастый ёршик отнюдь не от того, что в душе он эстет. В отличие от большинства млекопитающих, температура тела щетинистого ежа напрямую зависит от температуры окружающей среды. Как и холоднокровные животинки, тенрек вынужден постоянно тусоваться на солнце, чтобы не помереть раньше времени от остановки маленького сердечка. Но не только это роднит животинку с рептилоидами. Вот как вы думаете, что общего между тенреком, рептилиями и птицами? А это я оставлю в секрете. Напишите свои варианты в комментариях. Несмотря на кажущуюся безопасность райского острова, хищники там все-таки есть. Например, нами любимая фосса или мангусты? Ищите ролики о них в плейлисте «Животные Африки». Мадагаскар же можно отнести к Африке. Так вот, эти не менее чудесные животинки не прочь перекусить нашим щетинистым другом. Как же может полосатый ёжик обороняться от своих преследователей? Казалось бы, очень просто свернуться в шарик и ждать, пока хищник не осознает несъедобность такого блюда, что и делают все нормальные ежи. Однако тенрек не желает быть как все, и вместо этого, сжавшись в комок, начинает стрелять в противника своими иглами, целясь в лапы и морду. Однако и это ещё не всё. Его иглы имеют очень широкий профиль применения. Например, потирая ими друг от друга, тенреки умудряются издавать разного рода звуки, которыми передают между собой важную для них информацию. В мире животных на такое способны только змеи и сверчки, то есть рептилии и насекомые. В мире же млекопитающих до такого дошёл только тенрек. Правда, услышать их общение людям не светит, поскольку оно происходит на чистоте, которую человек не воспринимает. Вот вам ещё одна отсылка к рептилоидному происхождению тенрека. Интересно, что тенреки одиночками не являются и образуют большие семьи, в которые порой входят до 20 особей. Местом жительства для них обычно становится расположенная поблизости с каким-то водоёмом длинная нора, рядом с которой тенреки обязательно выкопают туалет. Неизвестно, пытаются ли ежи скрыть своё отхожее место или оно столь ароматно, что само по себе способно отпугнуть любую фоссу. Но вход в жилище они тщательно камуфлируют. Ведь если хищники нагрянут, придётся стрелять, а патронов на всех не напасёшься. Поскольку серьёзных холодов на Мадагаскаре нет, в спичку тенреки не впадают. Вместо этого они несколько снижают температуру своего тела. Это, кстати, ещё одна уникальная для млекопитающих черта и продолжают вести активный образ жизни. Впрочем, если на Мадагаскар всё же нахлынут кратковременные холода, прикольные ёжики не выдерживают и всё равно ненадолго засыпают. В остальном они ведут абсолютно ежиный образ жизни, каждую осень пополняя свою численность шестью-восьмью ежатами, вернее, тенречатами. А самое великолепное то, что детёныши уже через месяц становятся самостоятельными полноценными членами ежино-рептилоидного общества. Продолжительность жизни наших недоёжиков в среднем около трёх лет. А как вы думаете, полосатый тенрек – это млекопитающее или всё-таки рептилия? Пишите своё мнение в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку-росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok